Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый. Я говорил много о печах в обкладе в свое время, и люди говорят, ну так что, обклад это добро или зло? Ну, вот так понятие добро или зло, ну я бы не ставил, потому что надо смотреть, какой обклад вы делаете, какую печь вы обкладываете, насколько она приспособлена тому, не получится ли так, что вы заложите в саркафаг печь, и она сама себя просто, ну, убьет температурой, которая у меня там будет увеличиваться. Ну, там, даже мы знаем, что чугуны в обкладе живут меньше чугунной печи, чем если они просто, вот, отопительные печи живут намного дольше, чем банные. Печи, вы, если это не знали, то знаете. О, обклад, какое предназначение обклада? Если просто, как, что, экранировать инфракрасное излучение, чтобы более комфортно было в бане, это одно. Если обклад теплоаккумулирующий, это другое. И если обклад задачу просто, как говорится, держать, ну, камера создается. Или обклад только как экран. Экран с возможностью конвекции. Конвекция может быть регулируемая, нерегулируемая. Это все зависит от конструкции обклада. Поэтому основное, на что человек должен смотреть, какую задачу он ставит перед этим обкладом. Какую он печь ставит. Печь, это соответствует тому, чтобы, потому что, если это просто топка, да, ей нужна какая-то облицовка. Облицовка из камня, это вот этот обклад. Да, пожалуйста, это хорошо все. Ну, нужно предусмотреть, чтобы там возможность была захода воздуха. Чтобы выход воздуха был. Чтобы можно было легко получать пар. Если это все предусмотрено, то обклад выполняет роль вполне, очень даже хорошую. Если там реально, вот как делают сталькохлорида, у него показатели очень хорошие. Он хорошо набирает тепло, хорошо передает его. Он очень приятный, теплый камень. И с ним намного комфортнее будет баня. Да, с ним можно делать хорошие обклады, красивые обклады. И самое главное, грамотные обклады. Поэтому вот тут надо обращаться к специалистам, которые этим делом занимаются серьезно. Чтобы они сделали вот эти специальные окна для захода воздуха. И чтобы сделали, откуда выходил пар, откуда воздух выходил. Тогда будет печь работать нормально. Но самое главное, чтобы печь должна приспособленная под обклад. Потому что если просто обычную стальную печь, конструкционную стали, засунуть, долго она там не проживет. Поэтому нужно туда, а не назначено, нержавеющую. Ставить ли туда чугунную печь, ну это вам решать. Потому что с чугунной печью, ну я вот, как имею такую направленность, что я люблю, чтобы парогенератор был стальной. То в чугунной печи стальной парогенератор не получится. А значит будет стоять чугунная печь с каменкой и осень длительно нагреваться камень. Очень большой промежуток времени от начала затопки до того, как вы пойдете париться. Ну, если вас это устраивает, ну что можно сказать? У каждого человека свои приоритеты. Это вот, что касается обклада. Это, посмотрите по тому, что есть на рынке. Что вам могут предложить. И какая печь или топка печи. И когда вы это все сложите, в понимании и в финансах, если вас это устраивает. Потому что реально, те печи, вот, стальной парогенератор казачка, которую мы предлагаем казачку, вот та же твердыня. Она по цене будет дешевле. По передаче тепла по конвекции, мы там сохранили. Передачи тепла через инфракрасное излучение у нас там нет. И она вполне может, как говорится, в данной ситуации человека, если он не тянет на вот такой вот клад, реально поставить твердыню. Она будет значительно дешевле. Там два-три раза точно будет дешевле, чем печь в каменном обкладе. Ну вот, такие вот параметры и нужно смотреть. А такое сказать, добро или зло, это как все это подобрано, как это сделано. Вот тогда будет добро или зло. Как вы спросили, я так и ответил. Всего вам доброго.